И здоровьем, и рублем ГАИ теперь штрафуют за отсутствие зимней резины. Погода непредсказуемая, так что лучше заранее, чем потом будут проблемы. Смогут ли пройти техосмотр нарушители? Сколько ниточки невидца в Могилеве задержали двух аферистов? В течение суток оперативниками уголовного розыска курьеры были задержаны. Куда потратили заработанное? И небезопасный дом в Могилевской области жертвами педофила стали маленькие девочки. О его сексуальных пристрастиях станет известно родственникам. Почему родители? Иногда плохой пример. Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Автомобилисты до 1 декабря должны были переобуть авто. А тем, кто пренебрег правилами, теперь грозит штраф. Главное требование – специальная маркировка и высота протектора не меньше 4 мм. С этого года Белтехосмотр также проверяет наличие зимней резины. О всех нюансах сезона – Карина Гуревич. Середина ноября подарила белорусам настоящую сказку, но вместе с собой принесла и серьезную опасность. Как итог – разбитые в дребезги авто и самое страшное – унесенные жизни. Только в выходные в Беларуси произошло 526 аварий. Три человека погибли, 11 получили травмы. Практически везде причина одна – водитель не справился с управлением. Зрелище порой не для слабонервных. Восстанта, все блокированы, живой, передает скорость. Использование зимней резины с декабря – обязательное правило. И здесь речь скорее не о штрафах, а о безопасности. Сотрудники ГАИ одно за другим останавливают авто на Октябрьской. Первый водитель признается – железного коня переобул чуть ли не в начале осени. Говорит, платить не хочет ни здоровьем, ни рублем. Погода непредсказуемая, так что лучше заранее, чем потом будут проблемы. Инспекторы учитывают специальную маркировку, а также высоту протектора – не менее 4 мм. Кроме того, зимняя резина должна быть установлена на всех колесах. Первый рейд показывает – водители осознают опасность сезона. Некоторые отдают предпочтение всесезонному варианту – нарушителей нет. Как она себя показывает? Очень хорошо, я очень довольна. Тут два года, как я ей пользуюсь, все устраивает. Всесезонка допустима, однако к эффективности у специалистов все же есть вопросы. В первую очередь такие шины быстро изнашиваются, порой менять их приходится раз в полгода. Плюс менее эффективное сцепление с дорогой, а если лето выдастся сильно жарким, комбинированная резина может расплавиться. Но тут выбор за автомобилистами. За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от двух до пяти базовых величин. Все-таки сменить резину и подготовить автомобиль недостаточно. Важно перестроиться на зимний стиль вождения. Нужно соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал и отказаться от резких маневров. Самое опасное положение на дороге и потеря управления здесь действовать необходимо по ситуации и в зависимости от привода авто. В случае с передним, самым распространенным, руль необходимо крутить в сторону заноса и немного добавить газ. Нельзя переключать передачи и использовать тормоз. Даже малейшая неисправность машины при движении по скользкой дороге или в момент выпадения обильных осадков может привести к непоправимым последствиям. Кроме того, с этого года для выдачи разрешения Белтехосмотр тоже проверяет наличие зимней резины. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Зимние забавы в Борисовском районе нетрезвый водитель катал на тюбинге сына и соседа. Правда, делать так категорически запрещено. Сотрудники ГАИ заметили ладу, которая буксировала тюбинг с двумя людьми. Инспекторы тут же подали сигнал об остановке. При проверке документов выяснилось, водитель легковушки нетрезв. Чуть позже о свидетельствовании показало 1,6 промилле алкоголя. 32-летний житель Борисовского района катал на ватрушке своего несовершеннолетнего сына и соседа. А что, можно ездить в некотором состоянии? Ну, кто-то не ездит. Да вы что? Вот здесь вот будет видно, как вы ехали, как мы подъехали. На нарушителя составлены административные протоколы. Ему грозит штраф почти 6,5 тысяч рублей и лишение прав на 5 лет. Катание на тюбинге – один из самых опасных видов зимних развлечений. Ежегодные люди получают тяжелые травмы, а порой и гибнут из-за несоблюдения элементарных мер предосторожности. Плохим примером тому стал 11-летний мальчик из Барановичей. Вечером 2 декабря, по информации следствия, ребенок спускался на ватрушке с ледяной горки и на большой скорости врезался в дерево. С травмами головы он госпитализирован. Сейчас жизни школьника ничего не угрожает. Следственный комитет по факту инцидента проводит проверку. Смертельно зажало конструкции. В Кричеве погиб работник завода. По предварительной информации, утром 5 декабря на территории предприятия произошло произвольное движение механизма, который находился на ремонте. В этот момент рядом с ним находился сотрудник, который и восстанавливал конструкцию. Мужчину зажало от полученных травм. Он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Горе от самого родного человека. В Могилевской области жертвами отца педофила стали девочки 11 и 3 лет. Насильственные действия он совершал на протяжении 7 лет. Каждый раз в состоянии алкогольного опьянения. Позже переехал в одну из арабских стран уже с новой семьей. У пары родилась дочь. С 3 лет мужчина взращивал у ребенка интерес к интимным отношениям. Фотографировал в обнаженном виде и рассылал снимки в закрытые группы в мессенджере. В стране, где в последнее время проживал растлитель со своей младшей дочерью, за подобное преступление, совершенное в отношении малолетних, предусмотрена высшая мера наказания. Смертная казнь. Боязнь потерять жизнь заставила педофила переехать в Беларусь, где у него оставалась недвижимость. Однако он не подозревал, что о его сексуальных пристрастиях станет известно родственникам. Близкие незамедлительно сообщили в милицию. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. С начала года в Беларуси от действий сексуального характера пострадали уже более 800 детей. По обрызке с поличным задержаны наркодилеры. Их основная функция заключалась в раскладке наркотиков по тайникам. При них и в закладках обнаружено и изъято около 70 грамм психотропов. Фигуранты пояснили, что работали на маркет около месяца, забирали крупные партии товара и расфасовывали на более мелкие дозы для реализации на территории Могилевской и Гомельской областей. Возбуждено уголовное дело. Легко обманывать, да тяжело отвечать. В Могилеве задержали двух курьеров-мошенников. От их действий пострадали шесть пожилых женщин. Потерпевшие передали крупные суммы для спасения родственников, которые якобы стали виновниками ДТП. Аферисты обманным путем выманили порядка 36 тысяч долларов. В течение суток оперативниками уголовного розыска курьеры были задержаны. Ими оказались 19-летний минчанин и 16-летний житель Минской области. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Молодые люди пояснили, подработку нашли в интернете. Наниматель прислал им адреса. Гастролеры забирали деньги, переводили их в криптовалюту и отправляли на указанные счета, получая свой процент. Правоохранители напоминают, чтобы не стать жертвой злоумышленников при поступлении подобных звонков, нужно незамедлительно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. По горячим следам в Могилеве задержали серийного вора. Им оказался 45-летний, нигде не работающий местный житель. Видеокамера зафиксировала, как он промышляет в аптеке. Оттуда злоумышленник похитил деньги и жесткий диск на сумму 5000 рублей. Также мужчина ночью, отжав раму, проник в торговый павильон и забрал около 1000 рублей. Есть сведения и о других кражах из различных организаций. На вопрос, зачем ему нужны были деньги, преступник сказал, что у него болеет мать и необходимы средства на лечение. Но родственница опровергла слова сына, заявив, что это ложь и она здорова. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Пренебрежение правилами или случайность? На улице Новокрайний горел гараж. ЧП произошло субботним утром. На номер 112 позвонила женщина. По прибытию первых подразделений МЧС постройка уже вовсю полыхала. Виднелись языки пламени, стоял плотный дым. Спасатели в считанные минуты справились со стихией и не дали переброситься на соседнее строение. Спасено частный дом, некоторые хозпостройки вблизи пожара, повреждено огнем, стропильная система, гаража, некоторые имущества. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – нарушение эксплуатации теплогенерирующих устройств и аппаратов. Еще один пожар, вероятнее всего, по той же причине, произошел около полуночи в понедельник. В деревне Орехово полыхала баня. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие по всей площади. Обуглены стены. Обошлось без пострадавших. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok